Означает, что вы недооценили тревогность этого дня, или что встреча с друзьями для вас важнее и интереса в городе? Значит, я, во-первых, не сказал, что я встречался с друзьями, на вопрос не так. У меня был задан вопрос, с кем я встречался, я сказал, что я встречался с друзьями. Но я ездил в пункт назначения, это Женева, и у меня была там назначена заранее встреча. Почему? Потому что я ее планировал еще давно. Это примерно точно так же, когда передергивали факты, когда был пожар на ювелирном заводе, и я отсутствовал в это время в городе Харькове. И я там выставил в социальных сетях одну фотографию задолго до того, как это произошло. И меня начали в этом отношении склонять. Поэтому я хочу сказать, то, что вчера был тревожный день в Харькове, я полностью был на связи со всеми. Первый заместитель городского головы принимал участие в областной государственной администрации в совещании вместе с Василием Хомой, который заместитель Михаила Марковича Добкина. Мы разговаривали с Михаилом Марковичем, мы объяснили, что нельзя так поступать. И нашим представителям, и Михаил Маркович объяснил это, и представителям областной государственной администрации. И сегодня в 10 часов, когда они встречались, я тоже знал об этой встрече. Знаю, кто на этой встрече присутствовал, знаю, какие решения были приняты. Поэтому я могу сказать, что в процессе принятия решений я всегда на связи. Я свой телефон не отключаю. Те, кто хотел, мне дозванивался с первого звонка. Те, кто хочет сказать о том, что я вне зоны досягаемости, я еще раз хочу подтвердить вам, что я в зоне досягаемости. И сегодняшний мой посыл для всех. Я не буду прятаться ни за чьи спины. Я взрослый человек. Дай Бог, как говорится, в июне месяце мне будет 55 лет. Были у вас контакты с новыми властями и с СССР? Значит, контакты с новой властью, как таковых, у меня не было, потому что новая власть сформирована буквально днями. Поэтому, если мы с вами будем говорить о том, с кем я буду дальше контактировать, я по ходу своих, так сказать, жизненных шагов буду вам это отвечать и давать информацию. Спасибо. Спасибо.